Минфин и МИД предложили президенту приостановить соглашение об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Там ссылаются на антироссийские санкции. Речь идет как о компаниях, так и физлицах, что это значит для бизнеса и граждан. Что означает для бизнеса и граждан приостановка соглашения об избежании двойного налогообложения. С таким предложением выступили Минфин и МИД. Речь идет о недружественных странах. Михаил Сафонов продолжит. Юристы приводят простой пример. Например, допустим, некий россиянин входит в совет директоров иностранной компании и получает за это вознаграждение. С этого дохода он должен заплатить налог и в той, где проживает россиянин. Но благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения между государствами, он в одной стране заплатит налог полностью, а в другой получит вычет или не будет платить ничего. Но, конечно, главное это дивиденды, на которые у нас налог 15%. И это позволяет снижать сумму уплаченных налогов, когда дивиденды перечисляются иностранной материнской компанией. То есть наша казна получает меньше. И вот теперь Минфин и МИД предлагают приостановить соглашение с недружественными странами. Соответственно, придется платить и здесь, и там. Впрочем, нельзя сказать, что это особо актуально для бизнеса. Во-первых, у нас и сейчас можно переводить за рубеж дивиденды на сумму не более миллиона долларов в месяц. Для крупных компаний, которые зарабатывают миллиарды, это, можно сказать, мелочь. Во-вторых, чтобы дважды не платить налоги, можно какое-то время и не выплачивать акционерам дивиденды, продолжает партнер компании TaxAdvisor Дмитрий Костальгин. Во-первых, у нас еще действуют ограничения по дивидендам с точки зрения указов, скажем так, по валютному контролю. Да, на ограничения по суммам, которые могут ежемесячно уплачиваться, это раз. Второе. Решение о выплате дивидендов, безусловно, принимает либо акционеры, либо участники компаний. Соответственно, сумму и за какой период выплачиваются, это указывается в решении. Никто не может заставить выплатить дивиденды принудительно. Если нет решения о выплате дивидендов, то, конечно, деньги не выплачиваются и налог не удерживает. Потому что налог, если мы говорим про дивиденды в пользу иностранного участника или акционера, он удерживается при фактической выплате. Возникает резонный вопрос. Изменится ли что-то для тех, кто уехал из России, но продолжает получать здесь доходы и переводить их в другую страну? Это может быть зарплата или деньги от сдачи в аренду квартиры. Не придется ли после приостановки соглашений заплатить налоги и здесь, и там? Но сразу стоит заметить, что редкий россиянин, в принципе, платит налоги с дохода от аренды. А главное, соглашения, по словам экспертов, не затрагивают такие доходы. Все пока остается по-старому. Становишься не резидентом и сообщаешь об этом. Не платишь налоги здесь, но платишь там. Но если доход получаешь здесь, то платишь по повышенной ставке. Или же платишь, как и раньше, пока никто не знает, что ты стал не резидентом. Комментарий руководителя корпоративной и налоговой практики компании «Интерцессия» Ирины Егоровой. Ничего не изменится. Применительно к соглашениям о избежании двойного налогообложения. Потому что эти доходы физические лица получают от источников Российской Федерации. Ничего для них не изменится. Для них меняются только ставки налогов, с исключением дивидендов. Вот если для трудовых доходов и от сдачи, и иные доходы, вознаграждения, от сдачи в аренду, применяется ставка 13 и, соответственно, 15% по прогрессивной шкале, то для нерезидентов, то есть тех, которые пребывают более полугода на территории других стран, ставка будет 30%. В отношении дивидендов ставка одинаковая, 15% для резидентов и не для резидентов. Ничего не поменяется, если отменят соглашение об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Потому что они не распространяются на подобные виды доходов. Россия и раньше приостанавливала или пересматривала налоговые соглашения, в том числе и с недружественными странами. И происходило это еще до 22-го года, когда они таковыми не были. И целью было получить больше налогов и стимулировать бизнес переехать в Россию. Сейчас мотивация Минфина и МИДа в том, что нашу страну внесли в черный налоговый список ЕС. Да и компании вряд ли сейчас стремятся перечислить деньги в Европу. Даже не напрямую, а через дружественную страну. Если какой-нибудь европейский банк узнает о происхождении средств, то их могут и заблокировать. Наконец, для части россиян это важно, Израиль не является нам недружественной страной.